Это самая большая территория из претендентов на благоустройство. Сейчас это выглядит так. Пойма Малой реки, заросли, валяется мусор. В 2023 году застройщик жилого комплекса облагородил землю, прилегающую к домам, и разбил во дворе мини-парк. Но это маленькая территория. В 2025 году на этом месте может вырасти новый парк. Согласно проекту, тут планируют создать мостки через реку, экотропы, игровые и спортивные площадки для детей. У нас здесь три источника из-под земли бьют непосредственно родники. Вода чистая, бобры здесь живут, строят постоянно плотины. Жители непосредственно тут частного сектора разбирали их, чтобы река хорошо проходила. Благоустройство, а уже дальше парковая зона, она может предусматривать разные виды досуга. Приблизительно здесь появится музей под открытым небом, а стена на Кавалерийской 9 вместо непонятных надписей будет украшена муралами. Появится новое озеленение и помещение для обслуживания парка. Хотелось бы первоочередно, конечно, для ребятишек, чтобы родители могли прийти сюда со своими детьми. Для преклонного людей возраста, где-то ближе к речке, может быть лавочки, какие-то красивые насаждения, саженцы цивильные, тропинки, не стоим на месте, 21 век, двигаемся. Какие-то современные, может быть, технологии, какие-то качели модные, новенькие. Стена за нами, что-нибудь красивое, очень много сейчас рисуют, было бы прикольно нарисовать. Какое-то оставить уголочек, может быть, мы призываем людей проголосовать, но сейчас на данный момент лидерства не имеем. Хотелось бы, чтобы наши люди подключились и начали проводить голосование. Каждый голос важен, и чем больше людей, своих друзей, подруг подтянет, тем будет лучше. Этот парк по задумке создателей станет самым большим вдоль Малой реки. Если вы хотите, чтобы у нас появилась новая территория для отдыха на этом месте в 2025 году, то голосуйте на сайте до 30 апреля. Какой парк, сквер или набережную благоустроят в Новосибирске в следующем году? Решать вам! Восемь территорий представлены на голосование проекта «Формирование комфортной городской среды». Осканируйте QR-код, чтобы детально изучить презентации проектов. Благоустройство территории, набравшей максимальное количество голосов, профинансируют в следующем году. Национальные проекты России. По решению президента. Редактор субтитров А.Семкин